Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами мыслями, которые, как я надеюсь, заинтересуют вас. Речь пойдет о взаимоотношении прессы и общества. Мы не удовлетворены, наверное, этим всем состоянием, сегодняшним состоянием прессы, потому что, как мы видим, тиражи падают, и сегодня практически большинство печатных СМИ теряют свои тиражи, особенно те средства массовой информации, которые занимаются общественно-политическим, но если переводить на язык телевидения, политическим вещанием, а здесь мы говорим о вещании, где представлены очень сложные вопросы в наших экономических и политических взаимоотношениях. И все-таки это мы говорим больше о федеральных СМИ и мало обращаем внимания на СМИ региональных. Государство четко сказало, что оно не может выстраивать средства, давать финансовые потоки только для пиара власти, то и для общества оно тоже не создает того финансового ресурса. И тебе стоит вопрос, а что же общество сделало для того, чтобы развивались эти средства информации? Да, у нас есть аналоги, и мы все время обращаемся к тому, что происходит у нас на Западе. Скажем, классический пример это английский BBC, который живет только за счет средств налогоплательщиков. И в принципе они, налогоплательщики, являются и заказчиками, и потребителями тех программ. И мы говорим, что BBC на сегодняшний день это одно из самых объективных средств массовой информации в международной среде. Но в принципе и мы можем формировать, общество может формировать такой же социальный и экономический, и социальный в первую очередь заказ к средствам массовой информации. Я имею в виду больше, потому что мне ближе все-таки электронные средства массовой информации. Но мы же передали свои полномочия нашим депутатам, депутатам всех уровней, начиная от депутатов муниципальных образований, заканчивая депутатами Государственной Думы. Значит, они должны формировать тот бюджет, где четко должно было быть выражено и наши интересы общества. И тогда заказчиком становитесь вы, вы граждане страны и граждане нашей Архангельской области. Но, к сожалению, вот этого интереса, потребительского интереса, сегодня, как мне кажется, практически не существует. Я почему поднимаю этот вопрос, потому что, наверное, назрел сегодня момент, когда мы должны создать фонд, вот свой региональный фонд развития средств массовой информации нашего региона. У нас есть достаточно людей, которые имеют моральный авторитет и к мнению которых вы прислушиваетесь, которые бы могли контролировать тот поток, финансовый поток, который может прийти из бюджета налогоплательщиков или из тех средств, под которые подписали, ну, скажем, тот же бизнес, да, который тоже заинтересован в объективности не только информации, но и какой-то своей информационной защиты. Может быть, это, конечно, покажется вам достаточно наивно, с моей стороны, человека, который действительно большую часть, ну, то есть много лет занимается средствами массовой информации, и сегодня мне выпала честь возглавлять союз, региональный союз журналистов России. Но мне все-таки кажется, что если мы не выстроим вот эти взаимоотношения между прессом и обществом, в нашем еще раз регионе, то мы будем с вами находиться в информационном вакууме. Создав такой вот фонд, материальный в первую очередь, да, потому что духовно он у нас создан, мы сможем все-таки разговаривать с вами тем языком журналистики, который позволит вам получать объективную информацию, а нам иметь обратную связь с вами. На этом я прощаюсь с вами, и мне хотелось, если эта тема взволновала вас, или хотя бы заинтересовала вас, иметь от вас также обратную связь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok